Что такое КЭП или квалифицированная электронная подпись, предприниматели и руководители юрлиц знают не понаслышке. Ей пользуются при оформлении договоров и других важных бумаг. Для задачи бухгалтерской отчетности мы уже одну сделали, подпись 5 минут. Евгений оказался дисциплинированным, но таких предпринимателей в крае, как выяснилось, немного. Бизнесмены, видимо, очень заняты и не спешат за новой электронной подписью, которую получить можно только в Федеральной налоговой службе и ряде банков-партнеров. А вот те подписи, что были выпущены ранее в коммерческих удостоверяющих центрах, пока еще действуют, но только до конца этого года. Есть такая вероятность, что у нас появится определенный ажиотаж, очереди, неудобства с этим связанные. Поэтому мы рекомендуем начать именно уже замену тех подписей, которые были выданы ранее, у которых истекает срок действия, на новые, соответственно, ключи электронной цифровой подписи. Срок действия КЭП, выданных в налоговых органах, составит не 12, а 15 месяцев. К ней прилагается бесплатное, правда, на время программное обеспечение, которое и позволяет подписать тот или иной документ. Но чтобы получить все это добро, заявители нужно лично обратиться в налоговую службу. При себе нужно иметь паспорт физического лица руководителя фирмы, при себе нужно иметь СНИЛС руководителя, при себе нужно иметь ИНН фирмы. То есть мы можем это установить, но, как правило, это значительно облегчает работу ИНН организации. И Е-токен, электронный носитель USB, на который, собственно, электронная подпись и записывается. На сегодняшний день новые КЭП в Крае получили порядка 15 тысяч человек, а это всего лишь шестая часть от общего числа бизнесменов. И если они не поторопятся, то очередей к концу этого года, либо в начале следующего, не избежать. Но это не все неприятности. Без новой подписи документ оборот затормозится, налоги не будут вовремя перечисляться, а вот штрафы и пени не заставят себя ждать. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.